Очередная сессия городского собрания началась со внесения изменений в правила землепользования и застройки курорта. Речь шла об участках, при формировании которых произошли накладки. Они оказались в зонах, не соответствующих их основному назначению. Интересы жителей города о сохранении зеленых зон, они были соблюдены сегодня двумя этими решениями. Кроме того, есть некоторые земельные участки, они не касаются зеленых зон, но они оказались в трех, например, зонах. Это не позволяет в дальнейшем использовать этот земельный участок для строительства, либо передать его в наследство. Своим решением сочинские депутаты поставили точку и в вопросе передачи автомобильной дороги в Амеретинской низменности из муниципальной собственности в Краевую. Ранее на предыдущих сессиях были приняты решения о передаче пункта 54 автомобильной дороги Амеретинской низменности в собственность Краснодарского края в силу достаточно серьезного бремени содержания, которое лежит сейчас на муниципалитете. Сегодня, считаю вопрос техническим, и мы вносим изменения по площади на 4 квадратных метра. Это, по словам Владимира Пермякова, последнее препятствие в процессе передачи дороги в краевую собственность. Еще один важный вопрос был связан с планом социально-экономического развития Сочи за первое полугодие 2015-го. Депутаты отметили в целом положительную динамику, однако были замечания по сельскому хозяйству и малому предпринимательству. Надеемся все-таки, что до конца года мы достигнем всех показателей, потому что планирование у нас было в 2015 году по умеренно оптимистическому сценарию. В целом депутаты рассмотрели и приняли порядка 16 вопросов. Следующая сессия городского собрания состоится в последний четверг декабря. В ее рамках народные избранники в первую очередь обсудят тему городского бюджета. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.